Райское дерево Туба появилось в Тиберде. В рамках 17-го международного фестиваля современного искусства «Аланика» состоялась торжественная презентация арт-проекта художника Эдуара Кубенского «Джаннат». Карачаево-Черкесия стала четвертым регионом в марафоне открытий. Что хотел сказать своим творением автор проекта «Джаннат» расскажет Мадина Каракетова. Это Туба – райское дерево. Таким его видят художники из Екатеринбурга Эдуард Кубенский, автор арт-объекта, который отныне будет украшать территорию приусадебного участка дома-музея Ислама Крымшамхалова. Это не первая идея Эдуарда, реализованная на территории Карачаева-Черкесии. Первой работой стали 30 тысяч цветов из гильз, установленные на территории музея-защитникам перевалов Кавказа. Тогда Эдуард впервые посетил Тибердо и дом князя Ислама Крымшамхалова. И тогда и влюбился в этот курортный город. Меня, конечно, поразила природа, потому что я никогда здесь не был, всегда мечтал побывать на Донбайе. Вот, и познакомившись с экспозицией музея, с историей Ислама Пашаевича, Крымшамхалова, который говорил о том, что он это место выбрал, потому что он считает это райским местом. И Тибердо в одном из переводов звучит как райское место, удобное райское место. И сам Ислам был просветителем. И сочетая вот эти вот две составляющие, просветление и райское место, невольно как бы приходишь к мысли, что нужно сделать что-то райское, что-то прекрасное, от чего получаешь нахождение, удовольствие. Эдуард долго думал, каким же должно быть это нечто райское, которое должно украшать райское место. Но что чем-то необыкновенным, это точно. Идеи, признается, художник было несколько, и все же он остановился на Тубе, райском дереве. Я проштудировал за год Коран полностью. Устройство полностью джаната, что он состоит из четырех садов, в нем течет четыре реки. И в одном из садов, из главных садов, стоит райское дерево Туба, которое является одним из главных наслаждений, его созерцание является одним из главных наслаждений. И вот появилась такая идея создать здесь такое райское дерево. Это светящаяся инсталляция, сейчас днем мы ее не видим, вечером она светится, освещает буквально всю здесь улицу. Девятиметровый объект Джанат состоит из металлической конструкции, на которую насажено 16 пластиковых кашпо, внутри светодиодная лента. Производили составные части райского дерева Эдуарда Кубенского в Петербурге. Автор также считает возможным установить прожектор. Луч света в небо усилит эффект, считает художник. Руководитель Северокавказского филиала Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина Галина Тибиева рассказала, что этот проект не первый на территории Крачево-Черкесии. И реализованы они в рамках главного проекта фестиваля современного искусства «Аланника», который сосредоточился на малых музеях Северного Кавказа. И мы предлагаем художникам, работающим в области современного искусства, попробовать показать, как языком современного искусства можно интерпретировать традиционную музейную коллекцию и, может быть, по-новому взглянуть на какие-то уже привычные вещи. Первый проект, который был в прошлом году реализован у вас в музее памятники защитников перевалов Кавказа, тоже автором его был Эдуард Кубенский, художник, архитектор из Екатеринбурга. Очень надеюсь, что арт-объект «Джанат» станет одним из символов Тибирды, говорит директор Карачева-Черкесского государственного историко-культурного и природного музея-заповедника Ханафи Хасанов. Учитывая тот момент, что вот такие федеральные музеи пытаются воплотить свои проекты именно в таких отдаленных музеях от центра, мы всегда смотрим положительно на участие всевозможного рода. Мы выступаем в разных проектах компаньонами, в некоторых проектах мы просто сотрудничаем, а здесь нам предложили предоставить также площадку для установки вот такого современного арт-объекта. Очень важно, что в Карачева-Черкесии развивается современное искусство. Подытожил церемонию презентации проекта «Джанат» министр культуры республики Зурам Агербов. Сегодняшний проект – это такой уникальный для Карачева-Черкесии способ с помощью наших партнеров, а это и музей имени Пушкина, это и архитектор из Екатеринбурга, это и группа Карачева-Черкесии, которая готовила этот проект. Они вместе объединились и придали уже традиционному, всеми любимому, но может быть отходящему где-то на второй план музея имени Крымшимхалова, новую жизнь, новое внимание и новый импульс к развитию. Через такие проекты гости республики показывают всей стране и даже миру свое видение Карачева-Черкесии. И видя, как гости влюбляются в наш край, мы восхищаемся им еще больше, считает Зурам Агербов. Мадина Каракетова, Миха Каракелян, Вести Карачева-Черкесии, Циберда.